Яш, на юго-востоке Украины им было мало своих цульств, как у нас говорят, своих неприятностей. И так вот именно с этой территории, вот юго-восточных этих непризнанных республик, подбили молодейский Боинг. Это почти 300 человек погибло. Не помню точную цифру, что ли? 297, по-моему, что ли? В общем, страшная история. Такого как бы даже трудно вспомнить, когда что-то подобное было. Все обвиняют друг друга. Украина, Россия, ополченцы. Все сваливают друг на друга. Америка говорит одно, Россия говорит другое. У тебя есть какое-то умение по этому? Как думаешь? Что-то вообще могло произойти. Надо разглядеть две вещи. Упал самолет. Сбили. Упал самолет. Упал. Вероятнее всего его сбили. Кто сбил и как сбил и чем, никаких данных нет. Абсолютно. Кроме того, что самолет упал. Факт единственный, который есть. Все остальное это домыслы. И более-менее может проясниться немножко, когда проверят самописцы и проверят остатки самолета. А есть шанс? Они могут что-то сказать? Я говорю, может быть. Может быть. Это тоже не обязательно. Но, по крайней мере, будет больше фактов. Самописцы могут показать, что происходило в самолете, и что проходило со системами самолета, и что проходило в рубке, и какие переговоры шли, какие приказы или команды получали с земли, и откуда, и что. Если это сохранилось, все нормально. Чёрные ящики вроде бы сохранили. Я говорю, это самописцы, но что там есть, вроде бы должно быть. Увидим. Второй факт. Как только стало известно о том, что самолет упал, началась сразу, без того, чтобы были известны какие-то факты, дикая кампания в одном направлении. По смыслу, они нам не важны, какие факты. Мы знаем, кто это сделал. До того, как мы вообще получили какую-то информацию. Ну, это не первый раз сбивают самолеты. И по большому счёту, неважно, кто его сбил. Одна из самых распространённых версий, даже если его сбили, кто-то сбил, и даже американцы это озвучили и сказали, сбили по ошибке. Сказали, что такие есть? Если сбили по ошибке. Никогда не было в истории, что если кто-то сбил самолет по ошибке, против него шла такая кампания, даже не зная, кто сбил самолёт, а тем более кампания идёт против того, кто к этому отношения не имеет. То есть, совершенно ясно, Россия не сбивала этот самолёт. Даже самые ярые враги России не обвиняют Россию в том, что это и её ракеты сбили самолёт. Речь идёт, или это украинцы сбили, украинская армия сбила, или ополченцы. Не хочу входить сейчас в эти нюансы, когда это будет. У одних нет этих систем ракет, так сказали... Вроде захватили украину. Сказали, у них были, они от них избавились, но фактов нет. Покажите, докажите, потому что то, что... Американцы сказали, у нас есть факты, но не выложили. А то, что выложили, это... Не подлежит никакой критике. Фотографии, которые они указали, что вот эта система БУК, которую вывозили из Украины. Нет, это была система БУК украинской армии, с опознавательными знаками украинской армии, которая подвигалась по территории украинской армии. Но можно на это сказать, но... А мы считаем, что это так. Глупость. Но это не имеет никакого значения. 1981 год. Летит иранский самолет. И тоже около 300 пассажиров. Пассажирский, мирно по своей линии. Его сбивает ракета. Посланы с американского эсминца. Ошиблись. Ошиблись. Ну и что? Кто-то требовал, назвал американского президента террористом. Кто-то требовал предать суду. Кто-то требовал наложить санкции на Соединенные Штаты, почему они сбивают гражданские самолеты. Мало того, сам заместитель президента Соединенных Штатов в то время был такой Джордж Буш-старший. Был такой. Он сказал, а я извиняться не собираюсь. После того, как было доказано после всех опровержений, что да, американские эсминецы его сбили. Это я не так. Почему? Америка не извиняется. И все. Был сбит корейский самолет. Да. Южно-корейский. Был сбит израильский самолет в 50-е годы над Болгарией. Над Украиной будет? Украина сбила российский самолет. Слетевший из Соляю. Потому что был несанкционированный запуск ракеты, и ракета сама нашла самолет. Мы сбили ливийский самолет. Спасаться людьми. Сбили. То есть ошибки бывают. А ливийцы сбили американских когда-то. Это другое. Извини. Там был намеренный теракт. Да, там был теракт. Это было. Да, извини. Я говорю, то есть, если даже самые отчаянные говорят, что самолет был без ошибки, ну, только был без ошибки. Сбили его по ошибке украинские силы. Или сбили ополченцы. Не играет никакой роли. Но все это переворачивается сегодня против России и против Путина. То есть, по принципу, как в свое время старик Катон в Римском Сенате. Не важно, о чем он говорит, а Карфаген должен быть разрушен. То же самое. А Россия должна быть наклонена, Путин должен быть убран, поскольку он ищет и ада. Не важно, о чем говорит. Говорим о погоде, говорим о чем угодно. Но всегда приводит сказать. И это уже совершенно другое. То есть, это продолжение. Использование инцидента самолетов. Продолжение политики, которую взяли определенные чиновники в Соединенных Штатах на ослабление России. На деликимацию России, на деликимацию ее президента. Это продолжается уже много лет. Сейчас это усиливается. Почему сейчас усилилось? И в этом основная проблема. Сейчас это усилилось, потому что они пришли к выводу, что Россия слаба. И можно ее заставить, и можно заставить Россию поступиться кое-чем, привести к санкциям против России, усилить делегитимацию ее президента, и Россия ничего сделать не сможет. И вот сейчас мы находимся в состоянии, когда посмотрим, а это верно или нет. Верен ли расчет специалистов Соединенных Штатов, поддержанных частично европейскими спормистами, что Россия настолько слаба, что можно делать и наклонять ее как угодно. И это сегодня идет. Теперь триггер, все это направили теперь для усиления санкций по вопросу Украины и помощи Юго-Востоку. Если эти санкции окажутся эффективными, то следующий этап будет усиление этих санкций по вопросу Крыма. Ну, логично. Если там они окажутся эффективными, тогда следующий вопрос будет по усилению, по любой проблеме, которую найдут в России или в российском президенте, и не важно что. То есть вопрос кардинальный сегодня, не относительно к самолету, и даже не относительно к Украине. Это другая проблема. Потому что все, что идет в Украине, никто реально ничего не делает, чтобы помочь Украине, но все используют Украину для давления против России.